Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы обсудим топ-5 ПП-продуктов, которые не дают похудеть. Многие пациенты покупают так называемые ПП-продукты, фитнес-продукты, рассчитывая получить снижение веса. Однако некоторые из фитнес-продуктов не то чтобы не помогают снижать вес, а наоборот блокируют процесс похудения. Разбираемся, какие продукты нужно убрать из питания, чтобы начать реально эффективно снижать вес. Первое, это сахарозаменители на фруктозе и высокофруктозные сиропы. Если рассматривать фруктозу, фруктовый сахар, то в зависимости от концентрации фруктозы в данном продукте будет совершенно разное влияние на организм человека. Если рассматривать натуральные фрукты и ягоды, то есть умеренное количество фруктозы, то в этом случае да, она прекрасно метаболизируется, дает умеренный подъем сахара, крови и инсулина и собственно позволяет снижать вес. Однако, когда мы говорим про фруктозу в виде добавленного сахарозаменителя в продукт питания, либо про высокофруктозные сиропы, сироп топинамбура, агавы, кленовый сироп и и же с ними. Фруктоза в большой концентрации дает негативные эффекты на наш организм. Какие? Во-первых, большая концентрация фруктозы в виде добавленного сахара это подъем выраженной сахарокрови, который дальше ведет к выраженному скачку инсулина. Инсулин подлетел, дальше сахар начинает быстро падать, у нас снова появляется чувство голода, мы начинаем переедать. Это первый минус. Второй большой минус. Фруктоза метаболизируется в глюкозу в печени. То есть переедая фруктозу мы нагружаем печень. У нас прогрессирует жировой гепатоз, у нас повышаются печеночные ферменты. То есть избыточная добавленная фруктоза в виде сахарозам не только дает набор веса и рост инсулинорезистентности, а также ухудшает работу печени. Кроме того, избыток фруктозы в рационе способствует росту мочевой кислоты. Набор веса, ухудшение работы печени, рост мочевой кислоты. Стоят ли того продукты на фруктозе в виде добавленного сахарозама? Нет, не стоит. Выкидываем. Второе. Это низкоуглеводные шоколадные ореховые пасты. С одной стороны, да, углеводов мало. То есть сахар инсулин не поднимается. Но с другой стороны, во-первых, почитайте состав, сколько там различных химических добавок. С другой стороны, опять же, почитайте состав, сколько там жиров. И чаще всего это те самые вредные жиры, которые ведут к росту холестерина и ухудшению состояния печени. Поэтому вот эти вот низкоуглеводные пасты, шоколадные, ореховые в минимальном количестве. Потому что по печени, по здоровью, по весу это нехорошо. Дикий колораж. Следующий продукт, который не дает нормально снижать вес, это безглютеновый хлеб. Да, действительно, глютен, белок злаковых растений, негативно влияет на кишечник, на иммунную систему, на кожу. Сейчас огромное количество людей с непереносимостью глютена. Это действительно так. Но, когда мы взяли хлеб, из него убрали глютен. Глютен это белок. Все остальное, углеводы, сахара, осталось в этом хлебе. То есть хлеб с глютеном давал чуть медленнее подъем сахара, крови и инсулина, чем хлеб без глютена. То есть безглютеновый хлеб это быстрые скачки сахара, быстрые скачки инсулина, что повышает чувство голода, ведет к набору веса. Когда мы говорим про безопасный хлеб и для веса, и для кишечника, к примеру, если вы идете на безглютеновой диете, можно выбрать гречневый хлеб, в нем тоже не будет глютена, но там будет гречневая мука, медленная, которая намного медленнее поднимает сахар крови, дает меньше инсулиновый отклик, чем мука пшеничная высшего сорта, просто из которой убрали глютен. Либо гречневый хлеб, либо, например, приготовление булочек хлеба на низкоуглеводных видах муки, мука из псиллиума, льняная мука, ореховая мука. Это то, что реально позволит похудеть и даст длительное чувство сытости, в отличие от стандартного безглютенового хлеба. Следующий так называемый ПП-продукт, который не дает похудеть, это сладкие творожки и йогурты, обезжиренные творожки и йогурты. Сами по себе молочные продукты за счет содержания белков молока и углеводов молока молочного сахара лактозы имеют высокий инсулиновый индекс, то есть способствуют скачкам инсулина. Когда мы начинаем налегать на молочные продукты, особенно на обезжиренные, которые быстро усваиваются, мы повышаем инсулиновые отклики, то есть мы идем в сторону набора, а никак не снижения веса. Ну и следующее заблуждение, которое не дает снижать вес, это злоупотребление протеиновыми батончиками и печеньками. Почему? Потому что большинство протеиновых батончиков и печенек содержат в себе белок изолят сывороточного протеина, это белок молока. Как я уже сказала выше, белки молока имеют высокий инсулиновый индекс, они способствуют выработке инсулина. Под набор массы тела, под набор мышечной жировой массы, когда спортсмены набирают вес, действительно, изоляция сывороточного протеина подходит просто прекрасно. Но если наша задача не набор, а все-таки снижение веса, белки молока стоит ограничивать вследствие их инсулинового индекса. Поэтому протеиновые печеньки, протеиновые батончики мы ограничиваем. Это явно не ежедневный прием, если мы хотим похудеть, а не набрать вес. Больше информации о правильном питании, о коррекции гормонального фона вы узнаете в школах на сайте Ольга Павлова РФ. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите, о чем интересно услышать в следующих видео. Будьте здоровы!